Академия Калашников Соколы России на Дыжевском Репетицию увидели и гостей с родины Михаила Калашникова И вот такими в шоу отметила Оружейная столица свой профессиональный праздник Контракт на 100 миллиардов рублей подписали Ижевский завод Купол и Министерство обороны страны Это произошло накануне во время визита Владимира Путина в Ижевск Контракт долгосрочный Купол до 2027 года поставит на вооружение зенитные ракетные комплексы Тор-М2 и Тор-М2ДТ Это укрепит позиции предприятия и станет важным вкладом в оснащение российской армии новыми видами вооружения Об этом президент говорил на заседании военно-промышленной комиссии Ключевые темы обсуждения – импортозамещение и диверсификация Владимир Путин призвал активнее использовать возможности нацпроектов В рамках их реализации потенциальный спрос на гражданскую продукцию предприятий ОПК уже превышает 5,5 тысяч позиций О нацпроектах говорили и на Центральной площади Ее обновили на средства национального проекта «Комфортная городская среда» Глава республики показал Владимиру Путину, что получилось, и рассказал о следующих этапах реконструкции О школьнике показали президенту свои инновационные разработки В столице республики открылся юношеский технопарк «Академия калашников» Чему там учат, расскажет Елена Буховская Суперинновационные разработки Владимиру Путину презентуют изобретатели Детской академии калашников Это модель современного электросамоката Общий труд молодых изобретателей и опытных наставников концерна Реализовывать совместные проекты и формировать новое поколение креативных инженеров Главная цель Академии Хотелось бы, конечно, пустить этот проект в массовое производство Но для начала нужно создать прототип, чтобы оценить все возможности данной конструкции А для того, чтобы поездка на данном электросамокате была интересной и более информативной Мой коллега Никита создавал приложение для наших продуктов Получится А мы пройдем к работе в нашем доме Это наше техническое сердце Техническое сердце Академии Вот этот класс робототехники и хай-тек-цех Здесь только современное оборудование Чтобы школьники учились максимально четко и точно Создавать прототипы роботов, манипуляторов Программировать автоматизированные системы Вот это как бы типовое рабочее место То есть вот у нас ребята будут работать в небольших командах И здесь будет разрабатываться как раз схема управления роботов Будут ребята паять, монтировать элементы, отлаживать их Робототехника – одно из пяти инженерных направлений юношеского технопарка А еще здесь есть все для изучения промышленного дизайна, компьютерных технологий, мехатроники, нейродисциплин Обучаться в технопарке смогут школьники от 13 лет Вообще деятельность Академии – это реализация корпоративной программы предприятия Школа, СУС, ВУЗ, Концерн И уникальный проект в сфере доп. образования Политика концерна заключается, чтобы вот эти разработки, которые ведутся в КБ На площадках производственных, они проецировались сюда И люди, которые там работают, они приходили к ребятам и рассказывали, доносили на них информацию О том, что концерн создается, какие технологии, как это, в принципе, доступ ребят туда тоже есть Сейчас достижения ученых концерна входят в топ лучших мировых разработок в области систем стабилизации шагающих роботов И демонстрация этого будет стимулировать ребят А еще на базе Академии Калашников в ближайшее время запустят новую образовательную программу «Космо-квантум» Соответствующее соглашение в присутствии Владимира Путина заключили глава Удмуртия Александр Бричалов И генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин Цель образовательной программы аэрокосмического направления – максимально погрузить детей в инженерные области космонавтики А госкорпорация будет участвовать в разработке программы и оснастит всем необходимым учебные классы Елена Абуховская, Юрий Егоров, Новости Систему видеофиксации «Безопасный город» усилят новыми камерами видеонаблюдения О том, когда и где они появятся, говорили сегодня в правительстве Альбина Валикжанина продолжит Первые 19 камер в поселке Ува установили в январе За это время система видеонаблюдения зафиксировала почти четыре десятка административных правонарушений В повреждении общественного порядка лица, которые находились или распирали в общественных местах Семь связаны с дорожным транспортным происшествием, выявлены Из них пять лиц выявлено в нетрезвом состоянии Трое детей, школьников, которые находились позже, чем положено в вечернее время То есть вот такая положительная практика, в принципе, она уже есть и наработана В этом году Ува получит еще 10 камер Установить их планируют на въезде и выезде в поселок Чтобы фиксировать нарушения так называемых гастролеров, проезжающих через райцентр По 15 дополнительных камер установят также в Можге и Камбарке-25 в Глазове Но больше всего в Ижевске Для столицы Удмуртии закупят четыре десятка новых камер Фиксированные с функцией распознавания лица и поворотные с оптическим цифровым зумом На сегодняшний момент камеры фактически просто фиксируют информацию Закрывают мертвые зоны в общественных пространствах И позволяют атернативно получать оттуда информацию То есть системы распознавания нет, поскольку еще соответствующий софт не интегрирован в эту систему И это дальше будет решаться на стадии проектирования Чтобы система заработала эффективнее, для начала нужно установить максимальное количество камер во всех районах республики В следующем году на эти цели правительство планирует потратить, как и в этом, 28 миллионов рублей В пользу приобретения и установки большего числа видеофиксаторов, говорит и статистика МВД В прошлом году теми единичными камерами, что уже были установлены, выявлено всего одно преступление В этом году за 8 месяцев 7 преступлений выявлено То есть то, что мы увидели сами и среагировали на возбуждение уголовного дела, спасли это людей И 17 раскрыто, то что мы по факту уже обращения граждан Можем отследить то или иное лицо, совершившее преступление и привлечь его к уголовной ответственности То есть это я считаю неплохо Определиться с местами, где будут установлены видеокамеры, муниципалитеты должны до 1 октября Чтобы до конца этого года они уже были подключены к автоматическому программному комплексу «Безопасный город» Альбина Валикжанин, Александр Шарабоков, Новости А ижевчане осваивают возможности умных остановок Ожидая транспорт, здесь можно позвонить в любую точку страны на любой номер А еще доступны новости города и не только Также удобно отслеживать маршрут транспорта Мы можем посмотреть в любой момент, где, в какое время у нас на остановке прибывает транспорт Когда мы сможем добраться до определенной интересующей остановки Для людей, так скажем, кто в поиске работы, есть кнопочка «Вакансии», где мы можем посмотреть текущие вакансии в нашем регионе Кроме этого, есть доступ к сайту госуслуг При необходимости можно быстро вызвать экстренные службы, зарядить телефон Всего таких умных остановочных комплексов смонтировано пока два, оба на центральной площади Работники леса отмечают сегодня свой профессиональный праздник В Министерстве природных ресурсов прошло награждение лучших сотрудников В отрасли трудится сегодня 8 тысяч человек В этом году в рамках национального проекта «Экология лесничества» Республики получили почти 40 единиц новой техники Надо сказать, что Удмуртская республика успешно приобрела эту технику Мы один из первых субъектов, который поставил полностью и лесопатрульную технику, и лесопожарную, в том числе и тяжелую лесопожарную технику И это нам позволило еще дополнительно получить от Рослесхоза 34 миллиона рублей Мы размещаем уже соответствующие закупки на поставку еще дополнительных 18 единиц техники Кроме того, Министерство создает свою диспетчерскую службу В лесах на вышках сотовых операторов установлены видеокамеры Картинка с них передается в центр Это позволит оперативно оценивать ситуацию Впервые за 10 лет регион взялся за лесничество В этом году актуализируют информацию о фондах, возрасте и качестве деревьев на территории 9 лесничеств Такой аудит позволит привлекать инвесторов, в частности, для создания лесопромышленного кластера на севере Удмуртии А в Ижевске в пятницу было очень шумно Истребители кружили над городом, и это никого не пугало Наоборот, ждали За тренировочными полетами следил буквально весь Ижевск И его гости, приехавшие на День оружейников В их числе и делегация школьников с родины Михаила Калашникова Понравилось! Прикольно вообще! Эмоции через край, и неудивительно, такого они еще не видели От репетиции «Соколов России» алтайские школьники под впечатлением Как и в целом от поездки в Удмуртию Программу «Оружейная столица гостям с родины Калашникова» подготовила насыщенную Очень много событий, даже сложно сейчас все вспомнить Поездка в Ижевск – это часть большого проекта Дорогами Михаила Тимофеевича Калашникова Стартовал он на Алтае, после был в Подольск, Калужской и Московской области А финиширует экспедиция здесь, в Удмуртии Этот визит ответный, летом на Алтай ездила делегация нашей республики Школьники из Удмуртии в этом году были в Алтайском крае В рамках немножко другого мероприятия Всероссийского слета юных краеведов И часть маршрута они прошли вместе со школьниками Алтайского края Когда находились на слете Они посетили Курьинский район и Курью, родину Калашникова Они побывали в музее, сделали мини-исследовательский проект Тут он танцует с своей дочерью У нас тоже есть фотография в Курье Биографию великого оружейника Арина Башмакова знает хорошо Она родилась и живет в Курье на малой родине Михаила Калашникова В селе есть музей, там всегда бывает многолюдно, много иностранцев 15-летняя школьница иногда проводит и экскурсии Когда приезжал Михаил Михаил Михайлович, я была еще маленькая Мне было всего три года, и я почти ничего не помню Вообще я была в детском саду Потом, когда я пришла в музей, первый раз Я увидела их на фотографии Потом я стала листать семейный айбом И там был Михаил Тимофеевич Вместе с сестрами, две сестры и мои родители Много полезной и увлекательной информации о легендарном оружейнике Арина собрала и в Ижевске А еще, говорит, нашла здесь новых друзей Алтайские школьники вместе с ребятами из Ижевска Даже вдохновили организаторов на дальнейшее сотрудничество Нас вдохновило на то, чтобы заключить с Алтайским краевым центром договор о сотрудничестве Которое включает как раз обмен детскими группами в течение всего года Домой в Алтайский край гости отправятся уже скоро С собой, говорят, увезут самые теплые впечатления об Удмурте Светлана Буланова, Юрий Егоров, Новости В Ижевске, в школе юных летчиков, появятся десантные классы Сейчас здесь пытаются возродить парашютную вышку Помочь в этом деле могут все желающие Как? Расскажем прямо сейчас Наша телерадиокомпания Тоже решила поддержать проект реконструкции парашютной вышки Школы, детские сады, библиотеки и просто горожане Сообща уже собрали больше 16 тонн макулатуры Звонят ветераны войны труда Самый старший ветеран, которому около 90 лет Принес лично сам вместе с женой более 80 килограммов в два захода Сейчас звонят ветераны, инвалиды, которые приглашают нас Для того, чтобы помочь им разобрать макулатуру А я обращаюсь ко всем жителям города Ижевска и волонтерам Нам необходима помощь в перевозке автомобильного транспорта Именно от наших ветеранов макулатуры По подсчетам работников школы юных летчиков Нужно сдать 500 тонн старых газет, журналов и бумаги Чтобы вырученных денег с лихвой хватило на ремонт громадного тренажера Парашютная вышка в Ижевске – объект уникальный К примеру, в Приворском федеральном округе Такие тренажеры можно встретить только в воинских частях Сегодня на его реконструкцию, реставрацию нужно собрать полтора миллиона рублей Каждую партию макулатуры взвешивают По итогам акции определят самых активных сборщиков Для них организаторы акции «Новая жизнь парашютной вышки» Приготовили сюрпризы и подарки Мы решили так отблагодарить тех, кто включится в эту акцию усиленно Это полеты в аэротрубе Прыжки из парашютной вышки Прыжки на параплане с инструкторами Это очень интересно Также поездки и экскурсии по Узбуртской республике Продлится акция до 30 сентября А после того, как вышка будет отремонтирована В школе снова возродят занятия для курсантов Роман Вагинов, Андрей Бусыгин, новости В Ижевске накануне стартовал самый массовый детский хоккейный турнир в регионе За награды республиканских соревнований памяти Михаила Калашникова Будут бороться полторы тысячи юных спортсменов со всей республики С героями матча-открытия познакомилась наша съемочная группа Для 9-летнего Ижевчанина Григория Колупаева Хоккей – самое любимое занятие в жизни Мечтает играть за сборную России и быть похожим на своего кумира Хочу быть похожим на Вичкина, потому что хочу бортоваться сильно Забивать Я люблю хоккей, потому что в нем интересно, можно забивать У Гриши и еще полутора тысячи юных хоккеистов со всей Удмуртии Этой осенью есть возможность себя проявить В республике стартовал новый сезон хоккейного турнира имени Калашникова В этом году он проводится во второй раз в рамках соглашения о развитии детско-юношеского хоккея Между правительством Удмуртии и благодарительным фондом «Софмар» Михаила Гуцериева За три года в инфраструктуру детского хоккея региона будет вложено 450 миллионов рублей В республике будет построено 11 новых хоккейных площадок Это целая программа, в следующем году планируется открытие видового комплекса в Можге И это действительно будет большое событие А если говорить о турнирах, то для нас важно, чтобы полторы тысячи ребят из 30 районов Удмуртии Возраст 7-18 лет примут участие Турнир на призы Калашникова открылся матчем мечты В котором юные хоккеисты Удмуртии встретились со сборной российских артистов «Камар» и ветеранами жесткого хоккея В составе звездной команды на лёд вышло немало ярких игроков В том числе и генеральный директор компании «Белкамнеф» Дмитрий Арсибеков Его предприятие не только поддерживает детские турниры Многие сотрудники сами регулярно играют в хоккей В компании несколько команд За одну из них выступает и Арсибеков Поддерживаем две команды Это «Камские белки» 40+, 18+, Мы играем в такой любительский хоккей Это все самые мои играют Будет матч-матч «Звезд», очень интересно будет Сам буду играть Кто победит? Победит дружба Матч мечты прошел интересно и бескомпромиссно Мальчишки из Узмуртии на равных играли со взрослыми Итог лечья 6-6 Удивили вас ребята молодые? Да вообще страшное дело, я говорю Молодцы Настоящие воины Посмотрите, дым идет от всех Я специальную шапку не снимаю Надо возвращать советские и российские традиции Чтобы ценился талант Талант в детском хоккее А не деньги, которые вкладывают с родителями Понимаете? Поэтому тогда будут появляться новые пятерки Овечкиных Овечкиных, Малкиных, Фетисовых Новых талантов обязательно выявит и этот хоккейный турнир имени Николашникова Матчи юных хоккеистов продлятся до ноября На ледовых аренах Ижевска и Глазова Дмитрий Вороновнин, Василий Кокриков, Новости В Ижевске торжественно открыли новую центральную площадь и светомузыкальный фонтан Он стал настоящим украшением столицы Таких по стране всего 10 Теперь есть и у нас Обновленную центральную площадь Ижевска открывали в день оружейника И это стало еще одним большим праздником Звездам российской эстрады подпевала вся многотысячная площадь А это кульминация праздника шоу под музыку Чайковского Новый фонтан – это подарок оружейной столице Это всего-навсего десятый такой фонтан Не каждому региону, не каждому городу посчастливилось Чтобы в центре города стояло такое гидротехническое сооружение И это, да, это с одной стороны подарок Но с другой стороны мы знаем, что Ижевск значит для страны И в общем здесь все взаимно Вот эта молодая креативная команда, ее дух И он дает и нам энергетику и возможность вкладываться И делать это с двойной отдачей Мы вчера только приняли решение уже новое в части там Решение нашего государственного частного партнерства В части спортивного комплекса, бассейна То есть вот, ну, и у нас вот таких решений становится Вот множество на территории Мурской республики Меняется Ижевск, меняется Удмуртия Площадь стала красивой и современной Размер фонтана по контурам чаши 36 на 24 метра Высота струй достигает 12 метров Оснащен видеолазерной установкой Это дает возможность проецировать изображение на водный экран Сегодняшний праздник не был бы таким ярким Без такого уникального подарка Мы и дальше будем взаимодействовать с Сбербанком России И будем отвечать вызовам времени Оценить фонтан во всей красе Жители и гости Удмуртии смогут в эти выходные Но с 23 сентября его начнут готовить к зиме Роман Вагенов, Максим Кузнецов, Новости На этом наш выпуск завершен Удачи и до встречи